Смена поколений без смены дизайна очень в духе Субару, но вторая генерация спорткара BRZ не только выглядит как предыдущая. Похоже, перед нами действительно результат глубокой модернизации модели 2012 года. Габариты практически не изменились, зато жесткость кузова выросла наполовину, а центр тяжести стал ниже. К тому же машина потяжелела на полцентнера, хотя из алюминия теперь не только капот, но также передние крылья и крыша. Хотя в целом все современно. Решетка по последней моде растянулась вширь, светотехника переведена на диоды. В салоне водителя встретят старый руль, а из современных примет 7-дюймовый экран виртуальных приборов и 8-дюймовый тачскрин медиасистемы. Двухлитровый оппозитник ожидаемо отправлен в отставку, но вместо него не модный гибрид с турбонадувом, а такой же атмосферный мотор 2.4, пусть и с комбинированным впрыском от Тойоты. Коробки передач тоже олдскульные, шестиступенчатые. Механика и автомат с новым спорт режимом. Привод, естественно, остался задним, причем дифференциал повышенного трения ставится на все модификации. Технически, удивительное дело, спорткар остается единственной моделью марки, которую не перевели на новую глобальную платформу Subaru. Свежий BRZ заимствует лишь отдельные ее элементы. И таким образом купе базируется на собственном шасси, не имея прямых родственников в модельном ряду плеяд. Схема осталась прежней. Стойки Макферсена спереди и независимая двухрычажка сзади, но ее боковая жесткость увеличена на 60%. Система стабилизации перепрограммирована. Теперь водителю доступно 5 настроек и возможность ее полного отключения вдобавок. Выпускать же купе будут в Японии, а продажи начнутся лишь осенью 2021 года. Так что подробные характеристики и цены объявят позже. К слову, модель покинула рынок Западной Европы и нацелена главным образом на американских клиентов. Из России же спорткар безвозвратно ушел 4 года назад. Впрочем, официальный дебют Subaru BRZ означает, что где-то на подходе и родственная Toyota GT86. И на ее появление года через два можно осторожно надеяться. Продолжение следует...